Они ищут своих родных везде, на месте взрыва, в больницах и даже в морге. Но пока все безуспешно. Близкие и родственники, пропавших без вести, в отчаянии. 2008 года врача, 2007 года врача. Нет ни в одной больнице, никто ничего не знает. Как такое морг? Куда смотреть, какие камеры смотреть, кому обращать? Среди погибших, среди, скажем, раненых, среди сгоревших мы сами это осматривали, все ходили. К сожалению, там тоже не нашли. Сейчас вот сдали, сына повезли, сдали ДНК. И в надежде на то, что там получим какой-то положительный ответ, ждем. Чтобы люди могли получать ответы на все интересующие их вопросы, была организована встреча. На диалог с родственниками пропавших без вести пришли представители власти, силовых структур и духовенства. Много вопросов остается без ответа, но ответственные лица отмечают, они делают все возможное для разрешения ситуации. Из 35 погибших установлены имена 14. Опознания остальных 21 будут проводить по ДНК. Вопросы, конечно, у родственников есть, поэтому мы сегодня вот такой большой командой Минздрав посчитали своим долгом встретиться и ответить на все вопросы близких по срокам проведения генетической экспертизы. И каким образом после установления личности тех, кого нельзя было опознать, но генетика подтвердит, смогут забрать для захоронения. Главный посыл таких мероприятий – морально поддержать людей и найти ответы на возникающие у родственников вопросы. Вот те вопросы, которые у них будут поступать, пусть это будут канонические какие-то вопросы, будем стараться отвечать. То, что от нас зависит, будем стараться помогать, чем можем, утешать то, что наши возможности. Все максимально, какую пользу мы можем принести, мы будем стараться делать. Патимат Канапова, Тамара Самидова, Шамил Хирей Сулаев, Новости ННТ, Махачкала.